Доброе утро! Доброе утро, мои прекрасные зрители! Сейчас, на самом деле, очень рано. Вот так получилось. Мне, кстати, недавно был задан вопрос, и он часто повторяется под моими видео, во сколько я встаю. На данный момент, что называется, в осенний-зимний, выходящий на весну период, я встаю в 7 часов утра. Но прежде всего потому, что уже светлеет раньше. Конечно же, когда темно, просыпаться самостоятельно в 7 часов утра очень-очень сложно. И думаю, что чем глубже в весну мы будем уходить, тем я раньше буду просыпаться. Я очень люблю весну, потому что у меня освобождается вот прямо на такие какие-нибудь хорошие полтора часа времени, для того, чтобы не спеша массаж с утра лица сделать мячиком. Очень нахожу эту технику классной. Я уже давно потеряла привычку валяться до последнего в постели, хотя раньше, когда только-только мы переехали в Италию, я помню, как мне было очень сложно просыпаться вместе с Егором. Егор, как и любой маленький ребенок, просыпался очень-очень рано. И могу сказать, что одна из вещей, которую я научила здесь в Италии, это потрясающее трудолюбие итальянца. Сегодня речь пойдет о том, сколько же итальянцы зарабатывают, среднестатистическая зарплата. Речь пойдет о средней зарплате, конечно же, человека, который работает, что называется, полный день, но при этом имеет только специальность. То есть он не имеет высшего образования, потому что с высшим образованием все гораздо-гораздо сложнее. Там зарплаты больше, но и налоги больше. В итоге посчитать, сколько же у тебя остается на руках, может только тот человек, который в итоге эти деньги зарабатывает и эти налоги платит. Итальянцы очень трудолюбивая нация, они очень-очень много работают, более того, их повседневная жизнь также часто связана с какими-то делами. Моя привычка начинать день с уборки как раз-таки и связана с тем, что я посмотрела со своими подругами, которые работают, которые не работают, что они, в общем-то, привычны к тому, чтобы начать свой день с каких-то дел. Это опять же к вопросу о трудолюбии итальянцев. Посмотрите, сегодня я очень рада отвела Данечку в сад, и я увидела сеньору, которая убиралась перед церковью. На самом деле, уборка перед церковью это, что называется, по желанию, потому что, конечно же, есть дворники, которые приходят и убирают эту территорию. Но итальянцев как раз-таки и отличает то, что они, если есть возможность, они будут это делать. Так же, как и очень многих моих зрителей удивляют, зачем я постоянно убираюсь и являюсь служанкой в собственном доме. На самом деле, если у меня есть возможность убраться, почему бы мне не сделать пространство вокруг себя чистым и красивым. И этому, да, я научилась здесь у итальянцев. Эта сеньора могла не выходить и не убираться, но, тем не менее, даже в своем возрасте она, в общем-то, сделала то, что считала нужным сделать. Я вижу огромное количество людей, которые работают прямо-таки до преклонных-преклонных лет. Это, конечно же, связано с тем, что пенсионная реформа постоянно проходит, и пенсионный возраст к неудовольствию итальянцев постоянно повышается. Действительно, итальянцы выходят на пенсию очень и очень поздно. Вы спросите меня, во сколько. Я могу сказать, что все так же зависит от профессии, все так же зависит от типа договора, по которому работает тот или иной работник. Итак, средняя зарплата, я давно это подозревала, но боялась озвучивать, потому что, конечно же, у меня нет достоверных данных. Прямо-таки средняя зарплата по нашей местности, потому что это нужно проводить какую-то статистику. Но однажды я посмотрела видео Антона Эс, другого блогера, который какое-то время жил в Милане, возможно, до сих пор живет в Милане, где он сказал, что средняя зарплата в Милане, Милан это крупный город, в крупных городах, конечно же, работы больше. Более того, в крупных городах больше работы, которую ты можешь делать с Аказией. То есть, вот тебе нужна работа, тебе нужен заработок, у тебя есть возможность инвестировать свое свободное время, свои навыки, и ты этой работой занимаешься. Поэтому, конечно же, чем больше город, тем больше благосостояние людей, которые в нем живут. И тем не менее, в Милане средняя зарплата, как сказал Антон, и я полностью ему верю, полностью разделяю его мнение, 1300 евро. В то время как я считаю, что здесь по нашей местности, при этом Падуев, все-таки очень-очень богатый город. За счет чего это богатый город? За счет, прежде всего, наличия университета. Профессура хорошо получает, очень хорошо получают и быстро устраиваются люди, которые заканчивают, прежде всего, Падаванский университет. Плюс у нас есть госпиталь здесь, очень крупный, очень известный в Падуе. Плюс у нас есть крупный госпиталь здесь в Абана, в Монселиче. Это 10 минут от Абана есть тоже госпиталь. Соответственно, очень-очень многие профессии, но опять же здесь речь идет о профессиях с высшим образованием, они, в общем-то, востребованы и, как следствие, они неплохо, по крайней мере, неплохо оплачиваются. Очень большое значение, конечно же, имеет соцпакет, а также налоговые вычеты, которые тоже зависят от того, какую зарплату, а точнее не зарплату, а какую работу совершает тот или иной работник. Так вот, я считаю, что здесь, в моей местности, средняя зарплата составляет 1000-1200 евро, и это очень-очень хорошо. Но 1000-1200 евро – это зарплата, которая потребует от тебя, ну, прямо-таки полного рабочего дня. Это 3,5 часа до обеда и 3,5-4,5 часа после обеда. Опять же, все зависит от типа контракта, все зависит от того, какую работу вы выполняете. И могу сказать, что в свое время меня, безусловно, удивила такая низкая, такой низкий, скажем так, порог большой зарплаты. Наверное, я очень смутно выразилась. Меня удивила эта сумма, и мне всегда казалось, смотря на итальянцев, что все-таки они зарабатывают несколько больше. Но, тем не менее, реалии таковы, что кризис очень-очень чувствуется. Это вообще чувствуется. Но, тем не менее, реалии таковы, кризис очень-очень сильно чувствуется. И кризис за последние 10 лет, вот на самом деле, очень-очень многие семьи поставил действительно в положение от зарплаты до зарплаты. При этом какие-нибудь 2-3 дня до зарплаты приходится его действительно тянуть практически без денег. Многие мои зрители, просматривая прежде всего стритстайлы, пришли все-таки к выводу, и этот вывод очень-очень ошибочный, что итальянки, речь идет прежде всего о тех стритстайлерах, которых я снимаю, это женщина, которая в большинстве своем не работает, и это действительно правда. Это связано вообще с укладом, который принят здесь в Италии. Меня часто осуждают за такую дезинформацию, но, по крайней мере, то, что я вижу здесь и сейчас, я могу сказать, что в детском саду из 80% мамочек, которые отводят своих детей в детские сады, это мамочки, которые потом не идут на работу. Они отправляются домой, занимаются домашними делами. По крайней мере, здесь, где я живу, женщина не работает не потому, что семья не нуждается, а потому, что вот такой уклад. Женщина-хранительница очага здесь. Женщина занимается детьми. И могу сказать, что то, что делает итальянская мама для семьи и для детей, это очень и очень большой труд, очень-очень большая работа. Я думаю, мама любого маленького ребенка, тем более двоих маленьких детей, где бы она ни жила, на каком бы языке она ни говорила, она прекрасно поймет, о чем я говорю. Это огромный труд, который ты делаешь, не имея выходных, которые часто ты совершаешь 24 на 24. Я не знаю ни одной итальянской семьи, которая не имеет долгов. И прежде всего, которая не имеет ипотеки. Брать жилье в ипотеку – это норма здесь, в Италии. И люди живут по 30 лет, по 40 лет с ипотекой, выплачивают всю жизнь ипотеку. Среднестатистическая семья в Италии живет в долг. Это долг, который накапливается, периодически погашается, периодически увеличивается. Это долг, прежде всего, перед государством за те налоги, которые необходимо платить. В Италии все достаточно лояльно, прозрачно и просто. Ты можешь заплатить свои налоги позже, но ты заплатишь их в большем количестве. Система расчета процентов, а также штрафов за то, что ты заплатил позже, она на самом деле прозрачна. И в этом плане даже достаточно лояльна. То есть, действительно, бывает, приходит штраф, бывает, приходит большой штраф за элементарные какие-то нарушения правил дорожного движения. Вот недавно у нас был случай, когда мы получили 6 штрафов подряд за то, что мой муж отвозил Егора в центр Падуи в школу на математические игры. Это соревнования, которые будут проходить по весне. Национальные соревнования, где детей и подростков готовили. И, в общем-то, он заезжал на территорию Падуи, где нельзя вообще ездить, либо ездить нужно со специальным разрешением. Каково было наше удивление, когда мы стали получать день за днем. Почтальон приносил нам штрафы. И это были штрафы за въезд на территорию, за парковку, за остановку на этой территории, где нельзя парковаться. И за выезд, точнее нет, за выезд штрафа не было. Мой муж привозил Егора, выезжал с этой территории, забирал габрюшечку и возвращался за Егором. То есть, вот за каждый раз мы получали 3 штрафа за въезд, за парковку и снова за въезд. И, соответственно, забирался Егорка. Вот таким образом бывает. И эти случаи, я когда рассказала своей подруге, она сказала, Яна, не расстраивайся, эти случаи случаются даже с нами, с итальянцами, которые живут здесь, которые, в общем-то, знают неплохо реалии. Потому что я никак не могла предположить, что для того, чтобы высадить ребенка у школы, ты должен запрашивать заранее разрешение. Тем более, когда математические игры, в общем-то, проводятся на национальном уровне, когда все заинтересованы, чтобы ребята участвовали, чтобы выявлять сильнейших. Но, тем не менее, вот так. И моя подруга сказала мне, не расстраивайся. Действительно, бывает, приходит штраф, и у тебя просто в бюджет не заложена эта цифра, эта сумма. И ты можешь оплатить этот штраф через неделю, через месяц, через два месяца и так далее. Соответственно, ты сам выбираешь, насколько дорого этот штраф тебе обойдется. Поэтому большая часть итальянцев живет вот в таких долгах. Либо в долгах по налогам, либо в долгах по каким-то штрафам, либо даже в долгах по тому, что касается предоставления. Услуг бытовых. Это прежде всего газ, это прежде всего свет. Но там все достаточно жестко. Но, тем не менее, там можно, опять же, пропустить 2-3 боллета, то есть 2-3 платежа. И оплатить, в общем-то, главное, периодически оплачивать. Главное, быть клиентом с хорошей кредитной историей. Ну и, конечно же, ипотека. Все итальянцы, на самом деле, не буду утверждать, что все, но все, которых я знаю, все живут в ипотеку. Это ипотека, которая берется на длительный срок. Это 30, а то и 40 лет. Это ипотека, где гарантом очень часто является один из родителей супружеской пары, получается. Это бабушка, либо дедушка с одной, либо с другой стороны. Иногда гарантов несколько. Это могут быть гаранты бабушка, либо дедушка. То есть родители одной стороны из пары, либо обе стороны. То есть быть 2, а то и 3 гаранта. И вы можете себе представить, какой это большой стресс тогда уже для большего количества семей. Потому что одна семья, безусловно, живет и боится потерять работу, потому что нужно выплачивать ипотеку. А другая семья, конечно же, рискует принять на себя всю невыплаченную сумму ипотеки на всю оставшуюся жизнь. Либо на какой-то неопределенный период, если вдруг платежи от основного, на кого оформлена ипотека, прекратятся. Поэтому, в общем-то, в Италии вот таким образом обстоят дела с тем, что касается заработка, с тем, что касается дохода. И, конечно же, Италия прекрасная страна. Очень многие мои зрители думают, что здесь очень легко жить. Прежде всего, самим итальянцам, которые с детства растут в прекрасном климате, видят прекрасные вещи. Это действительно так. Но, как часто бывает, могу сказать, как человек. Я думаю, что любой человек, который сменил как минимум одну страну на другую, а уж тем более, который имел опыт пожить в нескольких странах, он всегда вам скажет, что действительно, очень часто хорошо там, где нас нет. Очень часто мы, люди, которые приезжают из других реалий, оказываемся совершенно не готовы к тому, что мы видим здесь. Потому что, на самом деле, определенные вещи, они работают, функционируют совершенно по-другому. И эта тема, на самом деле, даже для отдельного. Я думаю, что многие понимают, что это, конечно же, тема для отдельного, достаточно интересного. И при этом очень сложного, очень сложного в изложении видео. Потому что, ну, очень много вещей, которые, на самом деле, если даже я расскажу, очень многие мои зрители пожмут плечами и подумают, ну, такого просто не может быть. Но, тем не менее, это так. Желаю всем, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.